Сегодня мы с вами рассмотрим задачу Ященко. Номер 5, 9 вариант. На сколько процентов увеличится пробег автомобиля при одном обороте колеса, если заменить шины, установленные на заводе, шинами с маркировкой 195 на 55 R15? Итак, давайте выпишем 195 на 55 R15. У нас есть шины, изготовленные на заводе. Значит, их маркировка 175 на 60 и на R15. Теперь мы с вами должны четко понимать, что такое маркировка. Первое число – это ширина протектора, то есть B. Второе число – это отношение H к B, где H у нас высота нашей шины, выраженная в процентах. R – это радиальная конструкция шины, на задачу она никакого влияния не оказывает. И 15 – это диаметр. Мы видим, что диаметр одинаков, поэтому мы можем сразу написать, что 15, поскольку он выражен в дюймах, а в одном дюйме 25,4 мм, то это 15 умножить на 25,4 мм. Значит, вот теперь, когда мы это записали, давайте определим, что же такое H. Для первого случая H, деленное на 195, равняется 55. 55 процентов – это 0,55. Значит, H, деленное на 195, равняется 0,55, откуда H равняется 195 умножить на 0,55. Для второго случая, D у нас одинаково, посчитаем H. Значит, H, деленное на 175, равняется 60%. 60% – это 0,6. Отсюда H, деленное на 175, равно 0,6. Или, чтобы посчитать H, надо 175 умножить на 0,6. Значит, H есть. Осталось понять, что же такое диаметр. Значит, D. Чтобы найти D, нужно 2H прибавить D маленькое. Видим, да, на чертеже. 2H и диаметр диска. Подставляем в первом случае. Два умножить на 195 умножить на 0,55 прибавить 15 умножить на 25,4. Для первого случая, если посчитать, то получится 591. Для второго случая – это 595,5. Вот теперь, когда мы разобрались с D, мы внимательно читаем, на сколько процентов увеличится пробег при одном обороте колеса. Что такое обороте колеса? Это длина окружности. Длина окружности считается по формуле π умножить на D. То есть, в одном случае это 595,5 π, а для второго случая – 591 π. И теперь мы составляем пропорцию. Значит, наша заводская маркировка 591 π – это будет 100%. А 595,5 π – это х процентов. Отсюда х равен 595,5 π умножаем на 100 и делим на 591 π. π мы можем сократить. Отсюда х получается 100,78 и так далее. Если мы округлим, то получим 100,8. Но мы видим с вами, что процент увеличился на следующее число. 100,8 минус 100 равняется 0,8. Это и есть увеличение пробега автомобиля при одном обороте колеса на столько процентов.